Скандально известный своими выходками артист утверждает, что Юля опасна для их дочери. Она неадекватный человек, который не может самостоятельно воспитывать Нюсю. Он отнял девочку у матери и не дает им видеться. Бывшая жена, в свою очередь, требует отправить Алексея в тюрьму. Моя дочь находится в руках у извращенца и социопата. Ну, не страшнее ничего делать. Так какие страшные тайны скрывает эпатажный актер? В нас все хорошо. И если недавнее видео голой прогулки Панина стало достоянием публики, то что же довелось видеть его дочери? Они передо мной стрелись. Выясним, что произошло между ними на самом... Что произошло между нами? Что произошло? Я постараюсь вкратце, чтобы опять не размусоливать все это по тарелке. Мне, к сожалению, пришлось забрать мою дочь в 8-месячном возрасте от мамы. Потому что, к сожалению, мама могла причинить прямой вред здоровью ребенка. Мама, к сожалению, я об этом поздно узнал, лежала в психиатрических больницах до знакомства со мной. Потому что поэтому обвинить меня в том, что я ее довел до этого состояния, наверное, не получится. Так, что у Юли есть сейчас шанс и возможность, она до сих пор есть, стать другом для своей дочки. Показать, что никакой опасности от нее не идет. Ты борешься за ребенка, чтобы я исчез. Просто... Нет, нет, нет. Я заберу моего ребенка от вас, от вашего ада, к чертовой матери. Потому что вам мою самую лучшую девочку на земле разрушать я не позволю. У моей девочки не такое будущее, как ты. Вот и все. Нет переговоров. Это человек недоговорной, Дмитрий. Знаете, я пришла на эту передачу, и я понимаю. Ну, понятно. Ну, типа, как бы попробовать поговорить? Нет, это человек недоговорной. Нет, недоговорной. Нет, 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 нет. Пожалуйста, не навешивайте на него ярлыков, быть может вам... Нет, как сказать? Я не навешиваю на него ярлыков. Нет, нет. Это его сознательный выбор. Дмитрий, понимаете? Вы подготовили вопросы, которые вас беспокоят, и вы сегодня получите правдивые ответы на этот вопрос. Не для того, чтобы дать новый импульс вашему скандалу. Для того, чтобы ответить на вопросы, и, быть может, это снимет какую-то напряженность между вами. Просто хотел Юлю спросить не при детекторе, а не на полиграфе, а... Юль, скажи, пожалуйста, ты считаешь себя хорошей мамой? Да. Скажи, пожалуйста, ты не напомнишь мне, какой вес и рост был у ребенка, когда она родилась, унюс? Нет, сейчас не напомню. Любая мама знает, какой вес и рост был при рождении ее. Нет, сейчас не напомню. Не напомню. Не хочу, чтобы вы попытались договориться ради ребенка. А я-то как хочу. Оба попытались договориться ради ребенка. Я даю вам слово, что все то, что прозвучало в этой студии, Аня не слышала. Но я сейчас хочу пригласить ее войти в эту студию и обратиться к маме и обратиться к папе. Да вы что? Послушайте вашу дочь. Нюх, иди сюда. Иди скорее. Иди сюда. Пока мама не ушла, пожалуйста, обратись к своим родителям, потому что только ты можешь их помирить. Подождите на вас, дайте. Только ты можешь помирить папу и маму. Говори. Мама, говори, что ты хотела сказать? Мама, я не против с тобой общаться, но ты меня не слышишь. Я хочу жить с папой. Я с папой жить хочу, я не хочу с тобой жить. Я хочу жить только с папой, но ты меня не слышишь. Я не против с тобой общаться. Жмите микрофон. Моя малыша, да идите вы к чертовой матери. Слышишь меня? Ты меня слышишь, деточка моя? Все в порядке. Все в порядке с тобой. Все хорошо. Я прошу вас, на этом программа закончена. Покиньте эту студию все вместе. В знак примирения. Я очень вас прошу, если вы найдете в себе эти силы. Если нет, разойдитесь в разные стороны. И пусть это будет вашим ответом. Я просто устал, что из нас, из меня делают монстра. Да, я, наверное, не самый образцовый пример. Я макулатуру не собираю. Но мой ребенок со мной счастлив. Пожалуйста, не делайте из нее идиота. Спасибо, что вы ответили на все наши вопросы. Спасибо. Береги себя, пожалуйста, молодец. Спасибо. Береги себя, пожалуйста, молодец. Спасибо.